добрый день мои дорогие подписчики и гости моего канала я рада вас приветствовать у себя на кухню в гостях и сегодня мы с вами будем печь пирог сметанник для этого нам понадобится для формы 28 30 сантиметров нам понадобится чтоб приготовить тесто 350 грамм муки обязательно просеянной 150 грамм молочка 50 грамм сахара одно яйцо яйцо мы отдельно взбили и разобили чтоб никаких сюрпризов не было 50 грамм сливочного масла растопленного 5 грамм дрожжи сухие и пол чайной ложки соли для начинки нам понадобится 300 грамм сметаны любой жирности я взяла ну какая была вот такая взяла 25 процентов жирности 50 грамм растопленного масла моего обязательно растоплено 120 грамм сахара или по желанию один пакетик ванилина или ванильного сахара и 70 грамм муки ну кто хочет может добавить яйцо ну я и такую начинку яйцо не добавляю она потом становится какого не нравится мне резина становится вот вот с такой вот начинка получается намного вкуснее нежнее итак приступим делать наше тесто тесто муку мы просеяли тесто получается очень вкусненько такое вливаем наше масло молочко яйцо яйцо сейчас полточек разобьем соль сахар и наши дрожжи и все замешиваем тесто придется вымешивать минут 7 8 она соединена с муки больше добавлять не надо вот что вот есть вот эта норма 350 грамм этого будет достаточно ну если у кого есть тесто месилка вообще прекрасно тесто замесли как правильно называется но нам приходится все пока вручную замешивать ничего мы справляемся так вот так замешиваем тесто мучку подсыпаем все и вмешиваем придется минут 7-10 вмешивать руками вначале покажется как будто бы тесто что надо еще муки добавлять но нет не надо смотрите вот она вот такое получается прекрасно она даже не липнет ни к рукам ничего все выкладывала на стол и вмешиваем еще минут пять-семь все у нас прекрасно получается вот видите какое оно получается вымесили наше тесто вложим в чашу и закрываем у кого есть и контейнер с крышкой можно просто крышкой закрыть но меня нету я закрываю обычной пищевой пленкой сверху и полотенчиком убираем в теплое место минут 50 час чтобы она простоялась хорошо для увеличения в объеме ну раза в два так а начинку для нашего пирога мы пока оставляем в сторонку потому что мы ее будем приготовлять когда мы будем раскатывать наше тесто когда раскатаем тогда и займемся нашей начинкой так наше тесто постояло но вот так это увеличилось в объеме мы его сейчас накормим будем раскатывать подготовленную форму у меня форма вот такая она уже старенькая но мне в ней нравится выпекать смазали маслом сливочным и немножко посыпали сверху муки так при присыпали припудрили начинка наша сметана мы всыпаем сахар 120 грамм масло под сливочным 10 грамм ванилин можете пожелать добавлять ванилин можете нет пакетик все это размешиваем небольшими порциями будем сыпать муку чтобы хорошо все промесило чтобы не было лучных комочков я разделила на три части все перемешиваем если вам показалось что начинка жидковат это чуть-чуть еще добавьте муки такой вот густотой получаются у нас начинка когда пирог будет выпекаться будет казаться что начинка очень жидкая такая но потом когда будет остывать начинка все будет нормально она получается как суфле я вам точно говорю я уже не первый раз такой пирог пику вот так вот раскатываем и тесто и переносим нашу форму перенесли нашу форму обязательно проверяем что под тестом не было воздуха все равномерно так распределяем ничего страшного что у нас тесто осталось здесь мы его сейчас обрежем и она у нас все уйдет и берем нашу начинку и выливаем все все выкладываем можно этому тесту поставить постоять еще с минут 15-20 чтобы она поднялась на расстойку потом выливать начинку нам некогда надо быстрее все мы оставим его на расстойку вместе с начинкой и равномерно распределяем по пирогу так остаточки тесто что у нас остались вот здесь мы просто берем скалкой вот так прорезаем из него мы сейчас какой-нибудь украшенец и сделаем из остатков теста что у нас осталось мы фигурками для печенья вырезаем украшения можно такими и сверху наношу наш крем на наш пирог положим пока мы вырезаем вот эти все фигурки у нас тесто мой тесто пирог расстроится желток добавляем маленького молочка или водички все размешиваем хорошо и смазываем и сверху наши фигурки и краешки нашего пирога бортики нашего пирога берем смазываем и украшение сложим на наш пирог а тем временем у нас стоит умная духовка нагревается до 180 градусов минут на 35-40 мы поставим но я опять же повторяю смотря у кого какая духовка может у кого-то и пульс под надо поста понадобится может у кого и меньше смотрите у кого какая духовка все поехали в духовку вот такой пирог получается в разрезе вкусный мягкий тесто само мягкое начиночка тоже все пропеклась пробуйте делать рецепт я уверена вам понравится а на этом я с вами прощаюсь всем говорю пока пока до новых встреч не обязательно будут